Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые с данным виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она в клетке. Хорошо. Защищаем мы физический биоробот с защитным потоком очистых энергий Абсолюта. Берем датцы в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копей датцы поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем датцы. Интересуемся, готовлю ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам в свое биополе наперед сеанс? Она готова. Она показывает клетку вокруг себя. Она сидит в ней. Хорошо, Влад. Разрежь эту клетку и отправив ее в клетку-тюрьму. Готово. Так лучше, да вы, Датцы? Намного. У нее контракт с этой клеткой. А мы сейчас будем разбираться, что там за контракт и с кем. Выстраивай канал от этой клетки, притягивай ответственность. Один, два, три. Стоит в клетке. Он подсвечивается эгрегором. Хорошо. Это эгрегор. Значит, добровольная. Закрытие границ. Абсолютно верно. Хорошо. Датцы, вы что-то знаете о каком-то договоре? Почему вы закрыли границы добровольные изнутри? И какой это эгрегор? Это секта? Это правила, которые ограничивают меня, но не совпадают с моим мировоззрением. А почему вы тогда подключаетесь к тому, что не совпадает с вашим мировоззрением? У меня нет сил разорвать эти узы. Мы разорвем эти узы сегодня. Мы будем активно работать вместе с вами и в процессе разберемся, куда вы попали и почему вы туда попали. Мне никто не объясняет это. Мне трудно одной бороться. Хорошо, я вам объясню. Это плохо. Так вам понятно? Вы сами не понимали, когда вас ограничит, что это плохо. Хорошо. Я даю команду скейнеру. На счетре скейнера скейнирует пространство над головой Датцы под ногами. 360 градусов вокруг нее скейнирует систем тонких тел Датцы. Находит все. Поехали. Демон. 11 герц. Хорошо. 11 герцовый. Дальше. Это лизард. Арахноид. Гуманоид и ящер. И гуманоид с ящером. Ну, шикарно. Хорошо. Откуда гуманоид? Еще у нее в горле круглый шар. Как мячик небольшой. В горле? Да. Над клеткой ответственно. Загорается маячок. Кто это сделал? Гуманоид. Отлично. Гуманоид получает удар. 500 тысяч герц. Удар. Он хрипит. Хорошо. Достаю. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. И гуманоид. Ящер. Вы сегодня это получите каждый в свою глотку. Я тебе такой шарик оставлю, гуманоид, на добрые воспоминания. Тебе это понятно? Паразит. Он не отвечает, Вера? Он не хочет. Он мотает головой. Откуда ты паразит? Сутой. Ута. Хорошо, Ута. Тебя кто, ящер, нанял? Нет, ящер сидел раньше. Сколько ты находишься в этом биополе гуманоид? Живая плазма входит в меня. Больше 7 месяцев, но меньше 8. 7,5 месяцев. Хорошо. Ящер считает цифры над головой у него? 805. О, 805. Что ты здесь делаешь, ящер? Тебя кто-то звал? Тебя кто-то приглашал? Контролирует эгрегором. Это ты контролируешь эгрегор этой секты, к которой она подключена? Да, он контролирует энергии, которые проходят через этот эгрегор. Хорошо. Датция нам не сказала, куда, в какую секту она ходит, но этот эгрегор подключен к ящерам. Вот что нужно знать о сектах. Сколько ты находишься в ее биополе, ящер? Она говорит, что она ходит в церковь на собрании. Какая это церковь? Христианская. Ящер, объясни мне, как в христианской церкви ты можешь контролировать эгрегор христианский? Он показывает. Давай. Он показывает, что христианский эгрегор контролирует многие, потому что у христиан тоже есть свои разделения. И у каждого есть свой хозяин, он говорит. Это кормушка. То есть он показывает один поток, а дальше этот поток, толстый большой поток эгрегора, и дальше он разведляется. Вот этот поток контролирует ящеры. А почему так? Этот поток идет к абсолюту. Он должен был к абсолюту быть направлен. Светлый мир. Как такое возможно, что темные цивилизации? Абсолюту не нужен эгрегор. Хорошо. Мне ничего ящеру сказать. Хорошо. Сколько ты находился в биополе, скажи мне? Три года. Три года. Хорошо. Гуманой, что это? Он находился пять, но клетка три. Пять лет находился, а клетку установил три года назад. Понятно. Хорошо. Гуманой, что это за шар, который ты ей в горло вставил? Этот шар стягивает энергию со всех чакр. Крутится и стягивает. Тебе не кажется, что ты перешел немножко границы, гуманоид? Кажется, мне надо поднять до миллиона герц, чтобы ты понял, что такое делать нельзя. Ты ей перекрывал жизненные энергии. Она не могла ни есть, ни пить. Ты это понимал? У нее очень большая чувствительность. Шар был вставлен. У нее большая чувствительность. Тонкое тело. Но ей перешло это на физический план. Это она сама виновата, что у нее такая чувствительность, и оно перешло на физический план. Нет, я просто объяснила. Это не должно было коснуться ее физического тела. Оно коснулось. Оно уже коснулось. И она не может ни есть, ни пить уже очень долгое время. Тем самым ты нанес человеку непоправимый ущерб. Я готов тебе непоправимый ущерб тоже нанести, если этого пожелает сейчас Датце. Ты беспредельщик. Ты останешься сегодня с очень хорошими воспоминаниями об этой встрече. Я тебе это точно гарантирую. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса энергии я буду задавать вопросы. Кто не будет на них отвечать, уйдет в галактическое ядро даже без разговоров. Я даю команду тонкой копии Датцы спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную и низкую аббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Датцы произвести отчуждение всей чужеродной патогенной, низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Датце. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю прямой канал отдации к этой клетке и реверсом отдаю в нее все негативные патогены низкоаббрационные. Все, что она получила, один, два, три, пошел мощный поток назад. Опиши, пожалуйста, Вера. У нее конфликт очень сильный с этим Эгрегором. И ее мысли, они идут в разрез с пониманием того, что ей дает Эгрегор. От этого идет самоуничтожение. И здесь подключается демон на самобичевание. Вот он как говорит. Хорошо, переходим к демону. Демон, сколько ты находишься в этом биополе? Пока идет реверс. Два года. Хорошо, рассказывай, на что ты зашел? Почему зашел? Какая чистота сработала? Он показывает, что у нее боль. Из-за того, что ее понимание жизни и внутреннее мировоззрение не совпадает со многим тем, что ее окружают и внушают. И у нее вот от этого идет боль. Я не понимаю, честно говоря. Если наступаешь пять раз на одни и те же грабли, вроде взрослый человек, уже и возраст есть. Как можно, понимая, да, это я к вам обращаюсь, как можно, понимая, что вам это вредит, игнорирует свое личное мнение и мнение своей души. Если вы внутри чувствуете себя, что вам это приносит какой-то дискомфорт, вы все равно этим занимаетесь. Вы потом спрашиваете, почему со мной случается то и то. Вот объясните мне, пожалуйста, я хочу понять. Это не было объяснено. Сталось другое. Если бы кто-то объяснил, мне бы стало понятнее. И я бы поняла, что такое мнение есть у других людей тоже. Конечно, есть. Но окружение. Мне не с кем поговорить на эту тему. Я понимаю, да. Бывает такое, что никогда, но вы взрослый человек, все-таки вы должны верить своему сердцу. У вас есть душа, вы должны верить своей душе. Если душа уже кричит, что ей этого не хочется, а вы обращаете внимание больше на мнение других людей, то вы не являетесь хозяином своей души. Эти сущности имеют право находиться в вашем биополе именно потому, что вы сами себя игнорируете и свою свободу. Как у нас с рейсом, Вера? Закончился. Отлично. Хорошо. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Датца забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что не похитили, все, что не взяли, до последней капли возвращает Датца себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Что возвращается, Вера? Посмотри, пожалуйста. Свет возвращается, радость возвращается, смех. Вот это все, что украла эта клетка эгрегора, да? Да. Она все это несла эгрегору. Это не украла клетка, она сама отдала. Она все это несла, все свое счастье несла в эгрегор. Понимаете, Датца, вот в этом-то и проблема. Если вы добровольно это делаете, это одно дело. Если кто-то против вашей воли это делает, это совсем другое дело. Если у вас воля слабая, опять-таки, это третье дело. Итак, Арахновец, сколько ты находился в этом биополе? У нее не слабая воля, у нее не было возможности и интереса к другим альтернативным решениям. Вера, я говорю о том, что она не прекратила, поняв уже о том, что она испытывает... Это не мои слова, и идет информация. То есть? Куратор, ее куратор привел ее на чистку. Понятно, хорошо, все понятно. Отлично, теперь понял. Арахновец, сколько ты находился в этом биополе? В 12 лет. В 12 лет. Ты присутствуешь в квартире? Нет, он в ней сидит плотно, у него сверху паутина на голове и лице. Обращаясь ко всем присутствующим, кто присутствует еще в квартире? Никто. Поехали дальше. Сколько лизард находился в этом биополе? Год и три месяца. На что ты зашел, лизард? Ты заходишь, когда человек живет не своей жизнью, когда он делает из себя, показывает что-то, когда он какие-то роли играет. Вот это лизард. Объясни мне, на что ты зашел, что ты находился в сердечной чакре? Что это было? Почему-то дышит как-то, я не пойму, что он хочет показать. Лизард, я тебе рекомендую отвечать на наши вопросы. Она много хранит в сердце. И вот эта боль у нее сердечная какая-то. И он ее ест энергией. Хорошо. Как она ощущала тебя, лизард? Сердце ето. Вот. Это из-за тебя она себя корила постоянно, ругала? Он только усугублял это чувство. Инициировала она это чувство. Он только усугублял. Хорошо. Мне ничего ему сказать. Переходим к демону. Демон, два года назад, когда ты зашел, на что ты зашел? Я не пойму, он показывает какие-то. Я бы сказала, что танцы, что ли, она как будто чечетку бьет. Что-то ритмичное вокруг нее. И на эти вибрации он заходит. Демон, вот сейчас ты мне должен объяснить, где там гнев, страх, ненависть. Какие чувства, на что ты зашел? По самобичеванию, он уже сказал. Самобичевание. А как самобичевание связано с танцами? У нее определенное состояние, когда она это делает. Это как ритуал. Там есть определенный ритм, на который он зашел. Скажи-ка, а насчет этого ритма, а что там за ритм такой? Это с твоего мира? Демонический? Это вибрации, понятно. А какие это вибрации? Что это за ритм? Объясни. Как мне отличить этот ритм от любой другой музыки? Это состояние. Этот ритм приводит к определенному состоянию. Это как магический ритуал. А почему на этот ритуал заходит демон 11-ти герцовый? Я понимаю самобичевание, но я не понимаю. Потому что она делает этим ритуалом, как воронку вокруг себя. Она как-то кружится, отбивает, как чечетку этими ногами. Какие-то одежды на нее. Но она это показывает. Я понимаю. Хорошо. Дация, вы можете объяснить эту ситуацию? Вы знаете, о чем идет речь? Нет. Демона я не звала. Демон, она говорит, она тебя не звала, а ты все равно пришел. Ты говоришь, что там в этой музыке есть какой-то ритм. Воронку вот эту он увидел и туда и попал. Она была в таком переменном состоянии. Все понятно. Хорошо. На этом остановимся. Скажи мне, демон, есть лярва в ее биополе? В сердце. Хорошо. Ты хочешь получить эту лярву? Хочет. Хорошо. Придет время, я дам тебе отдельную команду. И интересует тебя также эмоциональный фантом? Интересует. Хорошо. Кооперируй со мной, я тебе его тоже в конце чистки отдам. А сейчас начинаем с вытаскивания того, что они установили. Ревер закончился, Вера? Да, закончился давно. Хорошо. Ящер, что осталось в биополе на твоей чистоте, кроме этой клетки? Ничего. Хорошо. Гуманоид, у тебя что-то осталось в биополе? Да, ци? Нет. Арахноид, выходи, отключайся полностью, убирай всю паутину, ничего не забывай, чтобы следа твоего не было, и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить скейнером несколько миллионов герц. Если кто-то оставит что-то или что-то забудет, он сгорит по каналу. Я вас предупредил. Арахноид, он пушистый, и у него иголки пушистые, они везде, в глазах, в ушах, в горле. Арахноид, как воздействовали твои подключки на ее физическое самочувствие? Опиши, какие это были симптомы? Кололи. Только кололи или болели? Негативно влияли на биоробот, отражались в разных местах. Чем отражались? Болью? Иногда болью, иногда иммунитет ослабляли. Ослабляли иммунитет. Хорошо, вытаскивай до последней своей иголки паутину, ничего не забывай. У меня как аллергичная была, ждет из носа, он достает паутину. Он все снял. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо из сердечной чакры, все свои энергии, ничего не забывай. Приступай. И возвращайся в клетку назад. Готов. Демон, выходи, вытаскивай все, что ты подключил к ней, отключайся полностью на месте, доложи мне, что ты закончил. Приступай. Ты знаешь, он с нее как раз снимает какой-то, я бы называла это платок такой большой, из ног он треугольником, как воронка идет. Вот он ее и заставлял крутиться, может он именно это так и называет, чтобы она крутилась. Демон, это так? Это так, он ее вводил в измененное состояние. Хорошо. Да, ты. Вы не сами входили в измененное состояние, вам помогали входить в него. А значит, если она будет развиваться, она будет повышать свои вибрации, а ему это не надо было. Ему надо было, чтобы она тормозила и была своей, варилась там, где она есть. Ну смотри, демон 11 герц, это значит, он может находиться в биопуле, если у человека максимум 10 герц. До скольких герц вы ей опускали вибрации, демон? Вот эту воронку, которую она как платок еще раз установила, треугольный такой. Вот она забирала, сколько? Нет, у нее выжили вибрации, у нее 14. 14 герц, то есть демон поднимал вибрации именно этой воронкой до 14 герц, да? Чтобы удержаться там. Да. Все понятно. Хорошо, ты все снял? Он отстегивает этот платок вальшим. Все снял. Разрешаете забрать лярвы? Только в сердечной чакре или еще где-то есть? Нет, она под горлом. Под горлом. Где шея, ниже шея. Ах, так там шар стоял, гуманоида. Под ним. Под ним, понятно. То есть вот это горло и сердце, оно собирало между двумя этими чакрами вот в этом месте все. Где ключица, вот здесь, вон с ним. Ну, я скажу, Дация вовремя обратилась к нам. Еще бы год-два, и уже было бы не до шуток. Все снял. Поехали дальше. Включаем внутренний белосвет Дации. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены низкой аберрационной энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. Один, два, три. Свет пошел, энергия выходит из нее и формируется в шар перед ней. Готово. Большой? Нет. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду Скендеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, подхожу к Дации, помогая своей энергией сделать ей импульс. Высокая аберрационная шока удара и отсечь все каналы к интерферентам и их подключкам. Значит, три, один, два, три, удар. Отлетает канал и отсекается. Открывая портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Арахноид, я тебя первый раз отпускаю. Ты никогда больше в это биополе не подойдешь. Тебе это понятно? Понятно. Готово уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Лизард, то же самое касается тебя. Ты никогда к этому человеку больше не подойдешь. Понятно? Ну, он дышит опять. Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте лизарда 1, 2, 3. Лизард уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, Демон, я сейчас буду вытаскивать эмоциональный фантом, перечислять все частоты. Ты мне, после того, как я вытащу, назовешь основные низковибрационные эмоциональные частоты, которые я перечислю, из которых все вытекает. Тебе понятно? Да. Хорошо, выходит эмоциональный фантом ДАЦИ, проецирует все негативные программы, негативные эмоции формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Все это низковибрационная ересь генерированная проецируется на эмоциональном фантоме. Погнетенность, депрессивные эмоции, одиночество. Отлично, хорошо. Вышел фантом, Вера? Много. Вышел фантом, да, серый. Серый, хорошо. ДАЦИ эти энергии все сами вы произвели. Вы готовы с ними расстаться? Готов. Сворачивает этот энергетический фантом в шар эти энергии. Демон забираешь? Да. Отправляю демону. Готов. Хорошо, демон, я не буду повторяться, ты понял. В этот биополе больше не заходи, мы будем его проверять. Все понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Хорошо, поехали дальше. Сейчас пройдемся по частотам. Ящер с гуманоидом стоят в клетке. И переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Есть. Есть душа? Да. Хорошо, неупокойная душа, выходи. Представься, как к тебе обращаться. Инга. Инга, как давно ты закончила свое земное воплощение? 1485 год. Инга, тебе не кажется, что ты немножко задержалась на земле? У нее на руках гири, привязанные на ногах. Ее утопили. Она показывает эти гири. И они до сих пор есть? Понятно. Эти гири до сих пор находятся в ее биополе? Она так умерла, и они так и остались у нее на фантоме. Хорошо. Инга, убрать эти гири? Нет, она как в портал зайдет, они сами распадут. Сами отпадут. Понятно. Хорошо. Инга, расскажи немножко о своей жизни. 1485 год. Что с тобой случилось? Скинули ее. Сказали, что она мужа изменила, и скинули в море. Высокая стена такая. В какой стране ты жила? В Турции. В Турции. То есть сколько тебе лет было, когда тебя убили? Ты помнишь? Ей было 25, и ее муж нашел. Другую жену молодую. И таким путем избавился от нее. Ой, ужасно. Обвинив ее в измене. Кошмар. Мне очень жаль, Инга, что ты такой опыт получила на этой земле. Ты давно находилась в биополе Дации? Она говорит, что с Дацией было интересно. Она находилась в ней 12 дней. Понятно. Ты знала, что мы открываем портал, и ты хотела уйти? Знала, да. Хорошо. Ну что ж, у меня больше вопросов нет. Инга, буду отправлять тебя в светлый портал. Ты желаешь этого? Желаю. И открывается портал, светлый портал. 1, 2, 3, в Чистилище. И Инга идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все друзья, всех, кого она знала и любила, встречает ее там. Встречает ее. Инга, это не ее имя. Она взяла его позже. Для удобства. У нее какое-то феврецкое имя. Хорошо. Ее встречает, Вера? Да, встречает. Отлично. Закрывай портал, опечатывай, растворяй. Спасибо, девушка. Она на цыганку похожа. Длинная юбка такая. Черные волосы. Готова. Поехали дальше. Переходим на чистоту негативной эгрегоры, мешающей жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Ну вот эта клетка подсветилась. И есть пару других. Хорошо. Инга, вы подключены к нескольким негативным эгрегорам. Мой вопрос. Датцы. Я прошу прощения. Датцы. Вы подключены к нескольким негативным эгрегорам. Вы готовы от этих эгрегоров отказаться и отключить их? Да, от всех негативных. Мы вызывали только все негативные. Хорошо. Я посчитаю от одного и до трех. Сформулируйте свои намерения, свою решимость. И на счет три вы сделаете импульс высокоаббрационного шокового удара и отсечете от тебя все негативно воздействующие на вашу жизнь, здоровье и биополе эгрегоры. Вы готовы это сделать? Готова. Один, два, три. Пошел мощный удар. Отсекается эгрегора, отлетает. Получилось у нее? Нет. Два отлетели, но вот к которому она привязана, он послепнулся, но он не отлетает. Он не отлетает, потому что у нее есть контракт. Значит, переходим тогда сразу к аннулированию контрактов и договоров. Хорошо. Те, которые отлетели, открывается портал в галактической ядре, они уходят на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готова. Хорошо. Датцы. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Датцы должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю вслух, а ее тонкая копия повторяет за мной. И договора. Договора выходят активные подсвечивания. У нее вышел активный договор, и к нему вышло несколько копий. Вот. Вот это мы и искали. Хорошо, Датцы. Вот мы и нашли то, что вам мешало. Повторяйте за мной. Движаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть. Она есть. Не только возврат энергии, она души туда вкладывала. Ой, ужас. 11% души ей возвращается. 11% души. Хорошо. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договоры уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Датцы. Я посчитаю до трех, и вы опять сделаете импульс и отстегнете каналы к негативным эгрегорам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Мощный удар. Отсекает. Готово. Канал к негативному эгрегору отстегнулся, да? Да. Хорошо. Открывая портал в галактическое ядро, и канал уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Перед тем, как мы пойдем дальше. Ящер, у тебя еще есть контракт с ней? Войдет информация, что этот контракт можно возобновить, и будет в дальнейшем от нее зависеть, как она будет реагировать на этот эгрегор. Безусловно. Так и есть. Конечно, так и будет. Хорошо. Все лежит в ее руках. Ее судьба, ее жизнь, ее здоровье. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Гуманоид Ута, ящер 805-й. Один сидел гуманоид 8 месяцев, ящер сидел с клеткой эгрегора 3 года. Кого ты заберешь, кого отпускать? Забираю гуманоида. Хорошо, ящера отпускай, да? С ящером добровольное согласие. С ящером было добровольное согласие, я это тоже понял. Что не могу сделать? Я тоже ничего не могу сделать. Благодарю тебя. Хорошо, под клеткой ящера открывается портал в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Вот это и Грегор, он ушел сейчас. Отлично. Хорошо, ящер, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте ящера 1, 2, 3. И ящер уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Гуманоиды забрали? Да. Хорошо. Значит, клетка пустая сейчас, да? Шар еще есть. Под шаром открываю воронку в галактический стоп. А мы забирали энергию из шара? Давай проверим. Выстраиваю канал отдачи к этому шару. 1, 2, 3. Реверсом отдаю в этот шар. Весь негатив, который она получила от него. 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Идет? Идет. Хорошо. Значит, все правильно сделали. Готово. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на этот канал. И в порядке реверса забираем. Потоком пошло назад из этого шара. Значит, 3, 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Энергия по чакрам выращается ничего больше. Хорошо. Ждем, пока все уйдет. Есть. Открывая под шаром порта в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растеряя. Готово. Дуй команду скэнеру. Скэнер, просканируй полноту души. ДАЦИ. Ну, идет информация 89. Было 11. Вернули у нее 100% сейчас. Хорошо. 100% было 89. Отлично. Хорошо. 11% вернули души. Поехали дальше. Готово. Хорошо, ДАЦИ. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения? Великолепно чувствую. Не повторяйте ошибок, о которых вы сегодня уже услышали. Слушайте свою душу и свое сердце. Она вас никогда не обманет. Если захотите узнать больше о себе или задать вопросы куратору, мы можем его пригласить. Обратитесь к нашему администратору, и мы организуем эту встречу. Вы можете своему куратору 10 вопросов задать. А сейчас мы закончили и будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Наш администратор перешлет вам дальнейшие инструкции. Вам нужно будет выдавливать из себя негативные энергии, не опускать вибрации ни в коем случае. Попытайтесь изменить свою манеру поведения. Не реагируйте так, как вы реагировали раньше, до того, как это все случилось. Потому что в противном случае, если начнете опять себя сам бичевать, укорять в чем-то, опять притянете демона, как и всех остальных. Сделайте выводы. Мы не вправе вам что-либо советовать. Мы рекомендуем вам, что можно сделать. Вы можете себя заправлять энергиями, сбрасывать негатив и оставаться всегда чистой, радостной и здоровой. Хорошо, мы закончили. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию ДАЦЕ в систему Биоробот Душан. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнате диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...